В итоге у нас на свалку каждый год просто так выбрасывается миллиард долларов. Мне очень прикольно отвечать на вопрос, чем ты занимаешься, говоря, я собираю бутылки. Общага гуляет как надо. Как сделать успешный стартап из мусора? Пока все смотрят в сторону высоких технологий, индустрия отходов легонечко набирает обороты и привлекает внимание инвесторов. Я иду знакомиться с Никитой из Долгопрудного. Ему слегка за 20 и за плечами уже три эко-проекта, один из которых уже на старте привлек 300 тысяч долларов. Это сортировочная. Погнали знакомиться. Никита, тебе 24 года. У тебя уже есть профайл на сайте Forbes с твоей краткой бизнес-биографией. Ты запустил несколько бизнес-проектов, связанных с отходами. Причем это именно бизнес-проекты, которые направлены на получение прибыла. Все верно? Мне больше нравится термин социальное предпринимательство. То есть это некая деятельность, которая направлена на две цели. Во-первых, это принесение пользы окружающему миру, окружающей среде. И во-вторых, это экономическая устойчивость. То есть, с чего это все начиналось, это был раздельный сбор пластиковых бутылок в городе Долгопрудном. Там, где находился, по сути, студенческий городок МФТИ. Проект назывался «Чистое дело». Он, в принципе, и по сей день работает. Мне очень прикольно отвечать на вопрос, чем ты занимаешься, говоря, я собираю бутылки. Ты закончил физтех, кто ты по-специальности? В дипломе написано «Прикладная математика и физика». Сложно было учиться? Было тяжеловато. Пару раз чуть не отчислили. Это торчит красное здание, это общага, где ты жил, да? Да, все так. А ты сам из Долгопрудного? Нет, я сам из города Брянска. Сюда приехал учиться. Поступил в МФТИ. Ну и жил здесь пять лет, получается, вот в этом студенческом городке. А вот эти сетки – это то, с чего у тебя все началось. Это, получается, вы с друзьями сделали сами, своими руками сварили такие сетки, повешали табличку «Пластик кидать сюда» и все заработало? Так оно было? В принципе, да. Прям вот так все просто случилось? Ну, вначале так и было, да. Ну, была еще встреча с администрацией города. На самом деле, как власть может не поддержать такую инициативу? Тем более, то, что сейчас и то, что было 5-6 лет назад – это две большие разницы. Тогда про это никто даже и не слышал. А в итоге это была просто такая добрая воля или способ заработать тоже? Мы там получили достаточно много всяких грантов на этот проект от разных компаний. В частности, нас поддерживал сплат, Unilever, Unicredit Bank. У многих есть программы по поддержке таких молодых социально-ориентированных предпринимателей. То есть мы, по сути, не имея никаких денег, запустили этот проект в городе. Безусловно, изначально посыл был исключительно сделать что-то полезное, но достаточно быстро стало понятно, что если ты не зарабатываешь, что у тебя ничего не получится. Так в итоге этот проект, он прибыль приносит всем, кто его занимается? Нет, он на уровне нулевой рентабельности. Он всегда функционировал. И сейчас он, наверное, 1% от всего бизнеса составляет по финансовым показателям. Но мы его продолжаем в любом случае поддерживать, потому что к нему привыкли жители города. Но как-то просто это забрасывать, честно говоря, не хочется. Ну да, приятно. Плюс польза есть. Польза-то есть. Каждый месяц несколько тонн этих бутылок реально едет на завод, перерабатывается, а не попадает на свалку. Видно здесь, что общага. Смотрите, ребят. Общага гуляет как надо. Ну надо же вдохновление получать, чтобы формулы изучать. А ты так же вдохновление получал для вот этого проекта? А можно не отвечать? Хорошо. Но все все поняли. Почему ты решил заняться именно вот мусорной темой? Почему? Как так случилось? Дома просто был на каникулах и увидел в интернете статью про мусорную проблему, про ее масштаб. И меня это почему-то очень сильно задело, зацепило. И вот спустя столько лет так и не отпускает. Убиратор. Как он работает? В чем его фишка? По сути, это Uber по вывозу макулатуры, пластика и мусора, в общем. Нет, блин, мусора не надо говорить. Особенно на твоем канале. Но по сути, это чем-то похоже на Uber. Только перевозятся не люди, а перевозится вторичное сырье. Основной актив убиратора – это логистическая программа, которой, как и к сервису такси, может подключиться любой водитель. Здесь в режиме реального времени отображается маршрут водителя, пункты вывоза. И с помощью фотографии они отчитываются об объемах вторсырья на каждой точке. Приложение работает на четырех языках – русском, английском, узбекском и киргизском. Последние два языка появились для удобства водителей. Сколько в итоге удается заработать с этого всего? Секрет, нет? Да, это секрет. Секрет? Ну, примерно хотя бы. Это несколько тысяч, десять. За день? За день, да, сколько? Ну, минимум 2-2,5. 2-2,5 в день, да. Чтобы зарегистрироваться, что нужно? Просто установить приложение, и все, и можно ездить, вывозить? Там надо уже машина, номер, надо госномер, все паспорт. Госномер машины? Паспорт, номер телефона, все надо установить. Ну, то есть там какой-то особой регистрации нет? Просто все через приложение? Удобно? Сейчас по закону компании не имеют права выбрасывать в мусорные контейнеры макулатуру, шины, пластик и металл. Это все нужно сдавать на переработку. Есть склады, где собирают большие партии такого вторсырья и продают переработчикам, которые делают из этого новые товары. И если между складами и переработчиками логистика налажена, то между малым бизнесом и складами – нет. Если ты небольшой магазин, заправка, кафе, то отходов у тебя образуется немного. Вывозить такой объем невыгодно, а копить большие партии – нет места. Тут на помощь приходит убиратор. Компания оставляет заявку в приложении, а водитель забирает вторсырье, заезжая сразу в несколько точек. Причем, если компания заказывает вывоз больше 50 килограмм вторсырья, то получает за это деньги, а не платит их. А кто за это все вообще платит? Вторсырье стоит денег. Водитель сдает его, 25% в виде комиссии забирает убиратор, а остальное идет водителю. Как только вы запустили приложение в 2017 году, один из первых клиентов оказался вкусвилл. Сколько сейчас вообще точек, с которых вы забираете вторсырье? Сколько клиентов? Активных, которые на регулярной ежемесячной основе заказывают, их, наверное, порядка тысячи. Сейчас основной клиент по-прежнему вкусвилл? Помимо них, мы также работаем с Папой Джонс, с Хоффом, обслуживаем сеть АЗС Шелл, магазины Магнолия, Леруа Мерлен и магазины Красное и Белое. Мы на этот рынок привносим некую инновационную составляющую, только как мы используем технологии. То есть мы в этом понимаем, у нас есть соответствующее образование, есть опыт, есть целая айтишная команда в штате, которая работает. И благодаря этому себестоимость заезда в одну точку, она сильно снижается. Очень сложно вывозить маленькое количество килограмм с точки, просто потому что процессы это не позволяют. Это дорого, это реально дорого. Собственно, наша фичка как раз в том, что мы дали рынку возможность заказывать вывоз маленьких объемов. Те же заправки, те же пиццерии, маленькие магазинчики у дома получают доступ к цивилизованному сервису. Забитое вторсырье машина в итоге приезжает вот в такое место. Это производственно-заготовительное предприятие. Здесь вот подъехала тачка побольше, здесь все взвешивается, разгружается, прессуется и уже отправляется на переработку. Сколько сырья проходит через такое место? Ну, конкретно эта площадка, она не очень большая. От 200 до 400 тонн может проходить в месяц. Вообще, бывают площадки и больше, там, порядки тысяч тонн. Цены на вторсырье, как и на любое сырье, колеблются, от 5 до 20 тысяч рублей за тонну, в зависимости от того или иного вида материала. Есть ли спрос на сырье на это? Как правило, спрос на эти материалы даже превышает предложение. Но важно отметить, что именно те материалы, про которые я до этого говорил. То есть это макулатура, это такие ликвидные виды полимеров, там, как пэт, ящик, пленка. Сколько в деньгах выбрасывается на полигон? Вот мы оцениваем, что по целлюлозным материалам... Это бумага. Да, бумага. То, что выбрасывается, можно было бы, не выбрасывая, дополнительно в экономику, там, вернуть сумму порядка миллиарда долларов. Миллиард долларов, это за год. Да, это вот на территории России. В итоге у нас на свалку каждый год просто так выбрасывается миллиард долларов. Ну да, мы так оцениваем. Люди, которые у тебя в подчинении, они младше тебя или старше? В основном старше. Сколько людей сейчас вообще работает в убираторе? Больше 70 человек. Больше 70 человек, это не считая водителей. То есть водители, это уже пользователи приложения просто получается. То есть еще и 70 человек получается на работу. Ты устроил, и платишь им зарплату. Это такой проект, который делает хорошо вообще всем. Бизнесу, который хочет, чтобы у него вывезли отходы, водители, которые хотят заработать, предприятия, которые занимаются, там, переработкой. В целом всем людям, которые живут на этой планете, потому что экология от этого улучшается. Да. Тебе удалось привлечь в убиратор большие инвестиции. В 2018 году это 300 тысяч долларов от венчурного фонда Тилтехкапитал. После вкладывался Сергей Солонин. Как тебе удается привлекать деньги? Ну вот такой проект, который в России занимается чем-то в сфере отходов. То есть это очень супер непривлекательно звучит, на самом деле, для вот какого-то стандартного инвестора. Там куча каких-то встреч с потенциальными инвесторами. Она вот заканчивалась буквально через 10 секунд после того, как вот звучали слова «Россия» и «Мусор». Но при этом нам, ну, мне кажется, как всегда, там, в чем-то повезло. То есть мы нашли людей, которые совпадают с нами по ценностям, для которых важны не только деньги, но и то, какие изменения бизнес несет в этот мир. Вот. В принципе, те, кого ты перечислил, они все абсолютно как бы удовлетворяют этому критерию. Мне кажется, у нас очень сильно всех цепляет вот то, что наша команда достаточно долгое время этим вот занимается именно этой темой и не бросает. Сейчас проект прибыльный? Сейчас пока нет. То есть компания работает в убыток, получается, сейчас? Ну, на данный момент да. Да, ну, как бы цель на этот год – это полная безубыточность. Сейчас у нас операционная безубыточность. То есть если, как бы, отключить все расходы на развитие, то компания была бы прибыльной. Но так как мы постоянно развиваемся, постоянно растем, то полной безубыточности пока нет. Насколько вообще перспективна сфера отходов у нас в стране? Ну, она, я считаю, очень перспективна. Действительно большое количество материалов пока мы не научились собирать. Плюс к тому, есть всемирный тренд на такое озеленение, на устойчивое развитие. И этот тренд только будет усиливаться. Потому что то, что произошло вот за последние три месяца, на самом деле это причина того, что мир развивается неустойчиво. То есть мы, да, там у капиталистического строя есть много плюсов, но часто игнорируются некоторые очень важные аспекты, такие как безопасность жизнедеятельности, правильное отношение к природным ресурсам и их разумное использование. Из-за того, что это игнорируется часто, ну, как бы мы с таким периодически будем сталкиваться по-любому. Ну, и все-таки люди разумные существа, поэтому они вот все-таки в этот тренд потихоньку встраиваются. Нужно развиваться более устойчиво для того, чтобы нас как можно реже так сильно трясло. Но я думаю, важно, чтобы каждый, ну, просто своей повседневной жизнедеятельности как-то начинал с себя. Да, проблем много там в экологии, в экономике, вообще во всем их много. Но, как говорится, мысли глобально, действую локально. Каждый человек может уже сейчас как-то начать менять свою жизнь. Не надо там запускать какие-то супер бизнес-проекты даже для этого, но сделать экологичнее свою жизнь может каждый. Никита далеко не единственный, кто понял проблему уже вчера и начал действовать на благо и себе, и всем нам. Хочешь больше таких видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, пиши комментарий и про лайк не забывай. Это было Сортировочное, пока!